Великой Победы Великой Победы Великой Победы Великой Победы Великой Победы Великой Победы Там в арке это коллеги, с которыми она работала, но, к сожалению, она осталась одна. Те, с кем она работала, их уж, к сожалению, нет. Поэтому все женщины, в общем-то, женщины, у нас мужчин нет, тружеников тыла. Один, но он не комбинатовский, поэтому как-то, ну, так, поздравили и поздравили. Ну, мы, конечно, со всеми, во-первых, всех посетили, поговорили со всеми, потому что общение – это самое главное сейчас для них. Ну, кто-то, конечно... То есть в формате, там, чаепитие, да, там, за столом посидели? Ну, наверное, не очень уже чаепитие, потому что приходим, бабулечки уже все достаточно взрослые, вот, сами уже мало кто себя обслуживает. Нет, они не прикованы к кровати, они ходят, всё, но... Или в силу возраста просто тяжело находиться. Да, приходят дочери, значит, их там обслуживают, а когда, вот, допустим, я прихожу, там никого нет, она одна. Да, вот, поэтому уж там какое чаепитие, так, поговорили о том, о сём, вспомнили из кожи. Так неужели нас ещё помнят? Я говорю, а, конечно, помнят, вот это всё для вас. Ой, большое вам спасибо, и большое спасибо нашему Иванову, потому что его многие знают, те, кто... Генеральному директору. Да, генеральному директору, и, конечно, это его знают многие, потому что он сам из цехов вышел. Вот, поэтому всем спасибо, спасибо большое, и пусть дай бог здоровья, и пусть работают все, и комбинат, что поработал. Надо напомнить, что история предприятия начиналась в 1930-м, да? Четвёртый. В 1934-м. Ну, вроде как считается, что был заложен там фундамент. Да, да, 34-й – это пуск первого цеха. Пуск непосредственно, да. То есть, получается, нынешние ветераны... На будущий год у нас будет 90 лет. Да-да-да, юбилей тоже, тоже особенные мероприятия будут к этому приурочены. Это, получается, нынешним ветеранам в каком возрасте они пришли работать? Ну, они, конечно, уже пришли где-то в 1942-м, в 1944-м году, то есть на исходе войны. Потому что те, которые раньше, они уже... О них только остались воспоминания, написанные на бумаге, альбомы, фотографии и всё. Подарки какие в этом году удалось чем порадовать своих ветеранов? Ну, конфеточки, чай там. Ну, такое всё для того, чтобы скрасить жизнь. Вот конфетки, говорят, любят все. Ну, и деньги, конечно, конвертик обязательно. Какие материалы в этом году готовили? У вас же тоже активная очень работа в этом отношении проводится в течение года. Вы там собираете фотографии, оформляете альбом, насколько я помню. Мы, значит, ещё в прошлом году начали оформлять альбом ветеранов, участников войны. Ну, там и были альбомы собраны, но так получилось, что комбинат тут здания на Карла Маркса отдал городу. Вот, и там был как раз у нас архив, и там была доска почёта. И, в общем, вот все фотографии оттуда убрали, принесли к нам. Вот, многие как-то были обезличены. Вот, пришлось, конечно, многим вот этими вопросами заниматься, искать родственников, искать там тех, кто помнит этого человека. Ну, судя по тому, что у них там на груди или орден Звезды Красной, или там ещё какой-то орден, естественно, что они участники войны. Вот, поэтому мы продолжаем всё равно эту традицию, продолжаем заполнять этот альбом. Находим родителей, находим детей этих родителей. Вот, ну и на будущее ещё хотим сделать такой же альбом ветеранов труда, те, которые работали в годы войны. Это к 90-летию будет приурочено? Да, да, да. Всё это, конечно, по крупицам собираем, потому что вот придёт, там, допустим, женщина, говорит, а у тебя, да, работали. Говорю, давай, неси фотографии. Да, конечно, работал, работал, вот там тогда ушёл всё это. Ну, как-то всё равно с людьми работаем, безусловно. Вот, мы с народом работаем. Какое знаковое совпадение, да, 650 лет в следующем году городу и 90 лет в комбинату искусства. Это будет в декабре у нас. Да, в декабре. Да, прекрасно понимаю, что ветераны, увы, не молодеют. Вот где-то собраться сейчас за одним столом на мероприятии уже такого не происходит? Ну, ветераны, которые вот 80 там и моложе, такие-то собираются. У нас есть помещение, всё, есть возможности. Раньше-то и собирали большие застолья всегда. Да, и вот мы на юбилей, наверное, 70-й, тогда вообще вручали же ещё медали. В 2015-м, да? Да, и тогда мы собирали несколько раз застолья, тогда было столько много ветеранов. Мы собирали несколько раз, накрывали столы, там, чай и всё это. И приходил Первомайского района тогда начальник руководителя. Терруправления. Терруправления, да. Долгополов, вот он приходил, вручал. Ну, свои подарки терруправления вручало. Комбинат, подарки и деньги, и там всё было. Поэтому есть у нас возможности, вот те, которые помоложе, то они, конечно, собираются. И вообще у нас традиция такая, допустим, день пожилого человека мы обязательно отмечаем на комбинате. Вот, ну, вот два года, три ничего не делали, конечно, так. Ну, все очень это были напряжены вообще люди. Конечно, и дома, и болезни все, и дети, и родственники болеют, там уходят. Ну, жизнь скучать не даёт, так говоришь. Да, всё, конечно, да. Да, вот, и потом, когда вот первый раз в прошлом году разрешили всё это дело, говорю, где будем проводить? Мы обычно в Первомайке проводили вечера. Нет, сказали, не будем мы там в Первомайке, давайте лучше у себя. Ну, и комбинат снова выделил нам деньги, мы накрывали столы, кто хотел, присутствовал. Насколько характерна для комбината история, когда дети, внуки продолжают трубиться, династии, что называется, да? Династии есть, есть. Вы как-то на особом счету их держите, да? Ну, как-то не очень, это самое, на особом счету. Но, знаете, сейчас ведь молодёжь не очень хочет работать в три смены. У нас всё-таки трёхсменная работа. Ну, этого, увы, касается не только вашего предприятия. Сейчас в целом многие отрасли испытывают дефицит кадров. Поэтому, конечно, кто-то прикипел, вот уже, как говорится, ну, ему уже лет 30, детям. Вот они работают и продолжают работать, конечно, продолжают династии папы и мамы. Вот, а не знаю, приведём ли мы до 17-летних. Я пытаюсь как-то это. У нас сделан, ведь в нашем клубе мы сделали экспозицию такую, комбинат в прошлом и в настоящем. Такие фотографии, где, допустим, вот цех чёрной резины, когда там все эти рабочие саженные, все в чёрное-чёрное. И вот теперешний цех этот же самый, чистенький, в белых рубашках, даже рабочий. Поэтому, ну, не знаю, для них чё сравнение. Для них это другое. Тянет ли на родное предприятие ветеранов? Заходит ли речь об этом? Что говорят, что хотелось бы посмотреть? Обязательно. Вот поэтому и говорят, давайте мы сходим, пускай нас проведут, мы поглядим, как и что сейчас работает. У всех же, я говорю, пуп резан в каждом цехе. Кто-то в одном, кто-то в другом. И поэтому, конечно, хотят пойти и посмотреть. В течение года с какими задачами приходится сталкиваться? Вы же круглогодично, да? Ну, там, безусловно, бывают и трагичные моменты, да? Приходится прощаться с ветеранами. В чём тут заключается работа? Ну, во-первых, мы обязательно каждый месяц поздравляем юбиляров. Опять же, комбинат выделяет нам деньги. Вот мы, значит, приглашаем. Когда-то, допустим, если у нас ведь по цехам всё разбито, там тысяча человек почти, ветеранов, поэтому у нас там 13-14 подразделений, вот, и когда, допустим, 90-85 лет, особенно вот такие даты, они стараются своих ветеранов как-то пригласить, сами накрыть там чай и всё это. Приходят, мы поздравляем их обязательно. Конечно, это всегда так. Ну, с 65 лет начиная, вот это пенсионный возраст, мы поздравляем всех. Но, я говорю, что отдельные моменты, когда уже вот 80-85, приглашают сами вот эти подразделения и собираются, участвуют. Если приходится прощаться, увы, с ветераном, то комбинат оказывает в том числе и материальную поддержку. Материальную помощь, конечно, обязательно оказывают. И если, по крайней мере, мы стараемся попрощаться, ну, сейчас же прощание либо в церкви, либо там, на комбинат. Уж, конечно, раньше возили, но теперь это уже не принято. Жилищные условия там обращаются по каким-то мелочам? Да нет, по жилищным условиям, пожалуй, никто не общается, не обращается. Но я так, знаете, смотрю, вот, к кому хожу, ко всем, да? Все живут в нормальных условиях, все живут... Ну, только единственное, что многие ветераны живут на пятом этаже, причём без лифта. Ну, понимаю, пятиэтажка, старый дом, да, приходится пешочком подниматься. Я говорю, да что же это? Она говорит, так ведь я же сюда молодая заезжала, и меня устраивал пятый этаж. Забегала туда за считанные секунды, а сейчас уже, увы, здоровье не позволяет. У всех ремонты почти, у всех сделаны, частенько всё везде. Если ещё поподробнее поговорить о плане мероприятий, которые будут приурочены к 90-летию, всё-таки особенная дата, может быть, мысли у вас лично вынашиваете каким-то образом? Ну, мы как-то уже немножко начали подготовку. Мы, знаете, к юбилею Победы, вот, прошлому, значит, мы публиковали в «Кировской правде» статьи. Нам, потому что комбинат, ну, несколько экземпляров газет нам носят раз в неделю по пятницам. То есть комбинат нам это всё проплачивает, и нам, значит, эти газеты для ветеранов приносят. И мы в прошлые годы печатали статьи ветеранов непосредственно. Ну, она брала то, что как бы было в наших уже книгах, воспоминания ветеранов. Подготовленный заранее уже вами материал брался для публикации. Значит, это всё смотрела, всё это, и вот потихоньку мы публиковали одной там, допустим, это, воспоминания другого человека. Вот, и мы это всё печатали. Ну, а в нынешнем году поговорили с Александром Николаевичем Бобровым, говорю, вот давайте всё-таки через год 90-летия, давайте будем как-то готовиться. У нас две книги изданы о комбинате, но это всё закончилось 70-летием. То есть 20 лет прошло уже, да? Да, прошло 20 лет, всё изменилось, и на комбинате изменилось. Конечно, говорю, надо и интервью брать и у самого Иванова, вот, и у других там руководителей, главный инженер у нас. Освежать, актуализировать, что называется, да? Да, главный инженер у нас работает давно, ему уже за 80, Виталий Григорьевич Кодочегов, поэтому у него, конечно, много воспоминаний и много этапов развития комбината. Вот поэтому вот нам эти 20 лет надо каким-то образом восполнить, ну, что-то вспомнить, конечно, и поэтому вот мы сейчас потихоньку приглашаем людей, она берёт у них интервью, и пока будем вот таким образом собирать, пока вот все эти данные по цехам. Взаимосношения с руководством предприятия у вас традиционно так теплом выстраиваются, да? Ну, мы работали какое-то время вместе, поэтому не первый день знакомый. Я помню, вы раньше рассказывали с таким теплом, с такой заинтересованностью, выезды даже организовывал, да, комбинат? Вы ездили в другие города, насколько я помню? Да, мы ездили в Вешкаралу, мы каждый год обязательно ездим в Великорецкое, обязательно, вот, ну, ездили в Воснецовские эти динаты, да. Ну, тут вот ничего не было, но вот сейчас настаивают, ветеранство давай вези куда-нибудь ещё. Ну, говорю, давайте выбирайте, что-то надо искать где-куда. Формируйте конкретное предложение, я уже буду общаться с руководством. Да, чтобы не так, во-первых, далеко, потому что, если далеко, то это надо с ночевой, вот, ну, это, естественно, опять же, там деньги. Ну, нам транспорт, собственно, дают, ну, по крайней мере, дорога как бы оплачена, ну, а всё остальное, конечно, свой, за свой счёт, вот, поэтому не знаю пока ещё куда, но, конечно, хотелось бы поехать. Ну, впереди лето, тёплое время года. Ой, лето, лето, ну что, огороды. А, огороды, да, ну, этого не отнять, конечно, у наших людей. Да-да-да. Огороды, огурцы, помидоры, цветы, они на первом месте. Смотря ещё какое лето. Ну, правда, вот мы тут договорились, что поедем в Никульчино, там, где, в общем-то, возрождалась Вятская земля. Я напоминаю, что мы беседуем с Ларисой Митциной, представителем Совета ветеранов комбината ИСКОШ. По традиции у нас сейчас есть возможность поздравить действующих сотрудников предприятия и ветеранов предприятия, да и всех наших слушателей. С 9 мая есть у вас такая возможность. Дорогие друзья, я поздравляю вас от себя лично и от руководства комбината с наступающим праздником Победы. Желаю всем здоровья, долгих лет, самое главное, мирного неба над головой, и чтобы вы жили все долго. Спасибо, Лариса Леонидовна, тоже вам лично. Здоровья, энергии, всегда быть бодрой, настроенной позитивно. До встречи через год. Хочется пожелать. Хорошо. До свидания, всего доброго. До свидания.